Польша, но все-таки в составе кофе-хостел мы 10 месяцев. Так что все еще впереди. А в дальнейшем планирую участвовать, возможно, в классических чемпионатах? У нас еще один человек поедет на альтернативу. Он записался на LADAR, тоже поедет. В рекоре будет участвовать в LADAR. Юра, ты будешь делать? Что тебе нравится? Брюверс, LADAR. Классический чемпионат. Классик. По Волжье будет отборочная? По Волжье. Приходите 7-8, а также в рамках выставки Moscow Coffee T-Index будет проходить московский отборочный этап российского чемпионата Бориста. Уже завтра он стартует 26 бариста московского региона. Во сколько? Расписание на стенде. Я вижу, что судьи готовы. Они встречают участников. Давайте поаплодируем судьям, поаплодируем команде Coffee Hostel Нижний Новгород. Мы выбрали следующие 5 ингредиентов. Это лайм, корица, сливки, ванильный сахар и кокосовый сироп, кокосовый топпинг. Хочу представить нашу команду. Меня зовут Майя. Это Григорий, это Юрий. Они сейчас начнут делать напитки и я им буду немножко помогать. Мы выбрали такие ингредиенты, потому что лайм нам очень нравится. Он дает дополнительную свежесть напитку, некие тропические нотки. Ванильный сахар для придания сладости, деликатный. Кокос, это тоже такие тропические нотки идут. И корица. Корица дает интересную пряную нотку. Если в первом этапе мы делали черный кофе на презентации кофейни, то здесь мы решили немножко удивить и сделать десертные напитки. Холодный напиток у нас идет с доминирующей ноткой кокоса. То есть мы используем кокосовый топпинг, сливки, корицу и эспрессо. Он получается достаточно нежный. И мы решили подать его в десертном коктейльном бокале. Мы выбрали сливки, а не молоко, для придания более плотной, более кремовой текстуры. То есть у нас получился, по сути, кокосово-кофейный крем. Для горячего напитка мы назвали его лаймово-ванильный раф. Как мы знаем, раф – это достаточно калорийный напиток и можно даже перегусить. Есть во всех кофейниках почти ванильные рафы, цитрусовые рафы. Они делаются обычно на основе апельсиновой цедры. Однако мы решили освежить этот напиток с помощью лаймовой цедры. Очень важно то, что решение – оно простое, оно было на поверхности, но почему-то редко где встретишь лаймовый раф. Я лично не встречала. Для усиления вкуса в лаймовый раф мы добавили ванильный сахар. И получился довольно-таки сбалансированный напиток. Почти готовы холодные напитки. Для еще более эластичной текстуры. Мы решили воспользоваться методом стир. Как у Джеймс Бонда – стир на шейке. Коктейль готов. Для большего аромата мы добавляем корицу. Мы ее распариваем. Очень важно, что корица также служит украшением. Винторая музыка, спорта, вставка, вставка. Абсолютно. Абсолютно. Безусловно ты beings. Чеки. Здравствуйте. И три авторских холодных напитка от команды Coffee Hostel. Давайте поаплодируем ребятам. Пожалуйста, лаймовый рак. И три авторских горячих от команды Coffee Hostel. Нижний Новгород. Аплодисменты ребятам. Мы использовали все пять ингредиентов, как было установлено правилами. Теперь ждем вашей оценки. Спасибо. Время. Давайте аплодируем команде Coffee Hostel. Нижний Новгород очень быстро справились ребята с заданием. 6 минут 30 секунд понадобилось для приготовления шести напитков. Я так понимаю, эти напитки можно попробовать и у вас в заведении в Coffee Hostel. Да. Мы уже ввели некоторые напитки. Будем водить дальше. У нас постоянно что-то новое придумывается по кофе. Идем. Подписывайтесь на мой канал. Это нечто. Поехали. Идем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...